Коротко просто расскажу, как пришли такие мысли нам, потому что в принципе у нас в Тюмени замечательная церковь, наш пастор замечательный, два пастора у нас, церковь у нас Свет Миру называется, вот, и у нас есть служение, это служение прославления, да, то есть я в этом не то, что прям служение, я этим бешу, я это люблю, это как бы стало частью меня через года уже, то есть я поняла, мне помогли подсказать, что это твое призвание, твое предназначение, с которым много раз убегаешься, да, убежать хотела, но Бог все равно возвращал меня вместо служения, именно прославления, да, вот таким образом, переживая Бога, я могла выразить то, что у меня есть, я там в принципе служила в этом служении, вот, ну я понимаю, что я это одно, но у нас есть семья, которая вместе должна исполнить волю Божию на этой земле, в принципе воля Божия это любить Его и любить людей, да, сказала Максим, у нас сегодня тоже была проповедь в мире, как раз там пастор у нас говорил, именно об этом, что нужно любить людей и дружить с людьми, то есть любить этот мир, потому что Бог возлюбил мир, и он именно вот эту тему как раз говорил, мы ехали в машине, я думаю, мы тоже слушаем, и он как раз говорил, что вот дружить с людьми надо, и, наверное, самое основное слово нашей семьи, это дружба, нас все спрашивают, как вы поедете в календарь, что вы будете делать, мы говорим, да не знаем, что мы будем делать, наша семья любит дружить, ну вот так общаться, у нас около трех лет уже подряд, по воскресеньям собираются люди, ну, Виталий, знаю, это с нами вместе, что собираются люди, ну просто вот такое решение приняли, во-первых, когда женились, мы приняли решение, что мы будем служить семье Гослава, и что бы ни происходило у нас, мы все равно в этом двигались, продолжаем, и мы говорим, давай будем по воскресеньям собирать людей, как бы, чтобы люди приходили, могли быть приняты просто, ну давай, и вот по воскресеньям все знают, даже когда мы не собираем, мы не транслируем это, звонят, что можно к вам приехать, что вы собираетесь, начните будем собираться, да, и мы реально скидываемся, просто покупаем элементы, сосиски, и вот таким образом мы так дружим, и за это время очень много людей приходило вот в эту атмосферу дружбы, неверующих, последний вот, например, пример, это у моей дочери есть подружка, Аня, и просто у него мама, настолько мы сдружились, что она стала к нам приходить, и вот так с нами слышать слово, слышать весь, то есть вот это наше, как бы, служение, дружить с людьми, потому что людям нужно отношения, нужны объятия, мы сами это пережили, и нам нужны эти объятия, Ну, в общем, как мы вообще пришли к такому моменту, что мы в Калининград решили уехать? Ну, на самом деле, не решили, это все вот шло, 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 это началось 7 месяцев назад, мы с Витей уехали в Турцию, просто были горящие путевки, и мы туда уехали вдвойне, и в это время что-то стало происходить, и я просто лежал, вот так макряжа, может, было предисловие, у нас еще есть друзья, тоже из РЭДО, которые живут в Калининграде, и мы о них общались, просто, ну, вот как они, и что они, а вот, они зовут нас в гости, может быть, съездят, но еще предисловие, у меня там бабушка живет, ей 95 лет, то есть, в принципе, у меня есть там некие кормятые дни, ну, и, в общем, я лежу в Витей, но у нас есть определенное, определенное, да, понимание, как нам нужно идти, как нам нужно двигаться, что Бог-то хочет, неужели все, мы живем, работаем, служим, ну, все, как бы, это вся жизнь, но это же не все, Бог хочет какую-то глубину от нас, хочет чего-то от нас большего, как семья, именно, в целое, ну, и я говорю, ты не думал, что ты можешь, ну, пастором быть, потому что, Витя, тоже, небольшую историю расскажу, он охранником через дорогу в Большом Торговом Центре работает, и таким образом, именно дружа с людьми, имея общение с ними, с этими охранниками, они очень много людей, которые к нам приходили, также гости, приходили кто-то в церковь, он женил многих ребят, он сказал, нельзя жить, за что это не так, троих, мы гуляли у них на свадьбах, вы знаете, то есть, он просто, вот таким образом, именно, евангелизировали, хочешь не хочешь, оно все равно капало, да, то есть оно, движение было, семья все равно посеяно было, и они, ну, а, батяш, понимаете, я говорю, ведь, есть что-то для нас общее, потому что я нашла свое, ты, как бы, у нас должно общего, ты не думал, что вот, ты, алё, о людях заботишься, о твоем сердце, ты обо мне заботишься, о нашей семье, он говорит, нет, я говорю, ну, а ты у Бога, как бы вопрос задавала, он говорит, нет, ответа боюсь, вы знаете, вот, мы люди, ответа боюсь, Я говорю, ну тогда спасибо. Он начал думать. Смотрю, думает, думает, думает. Ушел в себя. Ушел в себя. Обещал с кого-то вернуться. Но там еще у нас в Волании, ну, у вас тоже скажу, Волании у нас есть пастор, у которого мы были раньше в церкви Слово Жизни. И сейчас там началась церковь Слово Жизни. Они официально там начали. То есть, если в Волании мы приезжали, обязательно на воскресенье мы были там в церкви. И Витя служил с этим пастором. Рядом 4 года. Помощником. Я говорю, давай у Максима Слово Северного пастора. Он говорит, ну давай. Чего спросить? Мы едем, я спрашиваю, задаю вопрос. То есть, так складываются ситуации, что мы с ним общение. Я продолжаю прятаться. Да. Я говорю, пастор, как ты видишь, Витя, и он начинает говорить слово в слово. Витя, глаза круглились, он противоречий речи. Я говорю, остановите, я выйду. На самом деле, так было все интересно. Но это вот такое, как и начало было. Мы об этом подумали. Пришло. Мы приехали из Средника в Тюмень, пришли к нашему пастору, еще епископу у нас в Уменской области. И сказали все эти мысли. Его жена сказала, знаете, когда мы пришли в церковь, у меня сразу возникла мысль. Какая пара, которая могла бы поехать на миссию. Как люди, которые других могут опекать. Она говорит, ну я мысль отогнала, и все. И когда я услышала, что Витя говорит, Сергей Эдуардович у нас, она говорит, я вспомнила эти мысли. Ну и вот все закрутилось. Мы съездили в Калининград зимой на недельку. Мы сидели, посмотрите, может, ваше не наше, ваше не ваше. А что смотреть-то? Ну как бы город, город. Это же город. Главное, люди. Все начинают зарплату, не зарплату прислушать. Мы не за этим как бы двигаемся. Нам здесь хорошо, у нас здесь все прекрасно. Но мы понимаем, что мы выходим из места любви. Как бы вот этот момент был сложен. Потому что нас там очень сильно приняли. Мы там, короче, мы любимчики. По-русски так, мы любимчики у Бога. Мы и в церкви тоже. Мы же, когда чувствуем, что это семья, мы хотим туда идти, мы хотим там быть. Ну и ладно. И все, проходит время. Тут на карантин все закрывают. Мы продолжаем. То есть не уходит. Город продолжает к Калининграду. Может, другой Бог придет. То есть у нас есть свое отношение с Господом. Естественно, Бог проговаривает через людей, через ситуации. Все равно надо пробовать. Многие люди спрашивают. Ну так, может быть, у вас видение. Бог вам сказал. А смысл мы сейчас вам скажем? Бог нам сказал. А потом, возможно, мы вернемся. Мы же не знаем. Может быть, миссионеры мы ездим с одного города в другой. Никто же не знает. Для чего Бог предназначил нам служение. И в принципе, вот и все. Прошло время. Вот 7 месяцев. Продолжало все гореть внутри. Мы оставили все. Я складывала коробки в последние дни, не понимая ничего. Как что будет происходить? Многие задают вопросы, мы не знаем. Потому что для нас это тоже новый уровень для нашей семьи. Чтобы мы семьей служили. Чтобы мы семьей научились быть вместе. Потому что, ну, как знаете, вся мусульда, она отчасти многое, что забирает. И для нас это такое. Вы знаете, когда ребенок бежит, а-а-а-а, папа, да? Наверное, для нас таким образом сейчас вот это все переживается. Эмоционально-эмоционально, но мы все равно переживаем. Мы все равно понимаем, что это будет движение. Но какое движение? Когда двинуться. Мы двинулись. Потому что пока ты не двинешься, ты ничего не понимаешь. Поэтому мы по-русски двинулись. Дальше как будет, мы не знаем. Поэтому вот таким образом здесь оказались в Самаре. Пока сейчас решаем по транзитным визам или по Шенгену. Мы еще пока не можем. Нам нужно границу на машине пересечь. У нас двое деток еще. Вот мальчик или девочка. Мы вот все... Мальчиков не видали. Мы видали еще один раз. Всех упаковали. Все, что могли, взяли. Сейчас уже здесь только в Самаре понимаем. Что взяли, что не взяли. Но мы поняли, что мы просто уехали. Вот в принципе вот так. Вот это кратко я историю рассказала. Мы будем двигаться дальше. А мы куда дальше? Спасибо. Спасибо. Спасибо.